Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. Миллион тонн мусора. Норильск расчищают от металлолома и заброшенных промышленных зданий. Уже очищено 4 миллиона квадратных метров территории. Двери долой. В подъезде девятиэтажки на Толнарской демонтируют самовольно установленные жильцами тамбурные двери. Кому из собственников грозит та же участь? Движение первых. Норильская молодежь участвует в федеральном проекте и претендует на финансирование своих проектов. Как присоединиться к прогрессивному сообществу? Норильск становится чище. Реализация программы по очистке промышленных территорий идет полным ходом. В ее рамках уже демонтировали свыше 300 неэксплуатируемых промышленных зданий и сооружений. Огромными устрашающими щупцами машины хватает металлолом и складируют его в самосвал. Голыми руками такую территорию не расчистишь. Промышленная уборка проходит с использованием мощной техники. В первую очередь, когда мы зашли на эту территорию, мы производили демонтаж зданий и сооружений. Использовался экскаватор с навесным специализированным оборудованием. Это гидромолот, грейфер и гидроножницы. Промышленные уборки масштабы большие, но принцип тот же, что при уборке дома. Все делать тщательно, аккуратно и с заботой. Работы проводятся по программе «Чистый Норильск». Это обширная экологическая инициатива компании «Норникель», включающая в себя комплекс мероприятий. Очередная площадка для расчистки – район станции «Норильск-сортировочная» – предприятие технологического с железнодорожного транспорта. Санитарная чистка предполагает под собой ликвидацию всех накопленных мусора, отходов, металлолома. В том числе, в ходе санитарной чистки мы произвели демонтаж пяти зданий, которые ранее использовались в производстве хозяйственной деятельности. Напомню, программа «Чистый Норильск» реализуется с 2021 года. За это время с производственных площадок вывезли более одного миллиона тонн мусора, собрали более 80 тысяч тонн металлолома, а суммарная площадь очищенных территорий превысила 4 миллиона квадратных метров. В планах на этот год демонтаж еще 50 объектов, вывоз 250 тысяч тонн мусора. Очистка территории – общей площадью 600 тысяч квадратных метров. На этих кадрах то, как выглядела территория ранее. На сегодняшний день мусора вывезено уже почти 2000 тонн. Через месяц здесь будет чистая ровная площадка. Надежда Балдакова, Александр Вори, Норильские новости. Тамбурные двери необходимо демонтировать. Речь идет об отсекающих дверях, которые жильцы самовольно устанавливают в подъездах, как дополнительную перегородку на лестничной площадке. Если двери не убирают собственники, то за них это делает управляющая компания. Срезает болгаркой железный заслон. Так и случилось в доме на Толнахской. Кому из жильцов стоит опасаться, что тамбурные двери в их подъезде также срежут? Утро у жильцов одного из норильских домов на улице Толнахской началось не с кофе, а со звуков болгарки по металлу. Тамбурная дверь, установленная на четвертом этаже многоквартирного дома, стала камнем преткновения между управляющей компанией и жильцами. Проблема в том, что когда у нас происходят какие-то аварийные заявки, когда поступают заявки от жильцов домов, когда у меня выходят мои старшие мастера, когда я сам выхожу, мы не можем попасть просто к заявителю в квартиру. Иногда бывает, особенно когда начинается топительный сезон, любители ставить перемычки с байпасами, которых мы не знаем, перекрыли систему отопления, им жарко, соседям выше, ниже, холодно. Поступая заявочка, начинаем ходить. Подошли к дверям, звонишь звонки, никто не отвечает, никто не открывает. Пока проводились искрометные манипуляции с отсекающей дверью, никто из жильцов не вышел проверить, что там за шум в коридоре. Вскоре любопытство взяло вверх и в тамбуре появился один из проживающих на этаже. Ему пояснили, что управляющая компания еще в начале весны повесила предписание о необходимости убрать несанкционированную дверь до 28 апреля. Жилец, говорит, не видел никаких объявлений. Я бы в отпуске были, не знаю. Но объявление о необходимости демонтировать дверь было. Об этом свидетельствует и белое пятно на двери. Бумагу с предписанием просто кто-то сорвал. По проекту строительства ни в одном многоквартирном доме не предусмотрены отсекающие двери. Но ведь их достаточно много. Как так? Ответ прост. Когда-то жильцы самовольно их установили. Это нарушение. Их нигде не должно быть. Они обычно стоят у нас от лифта, где на четыре квартиры. Вот тамбур длинный. Там она стоит дверь, но она просто стоит без запирающего устройства. Там не должен быть замок. Как у нас опять же все устанавливают, ставят. И как вроде бы, ну, закрываются опять же на это глаза. Поэтому нарушение опять же, что это ставит замок. Дверь должна быть доступ и к щитку, и к любой квартире. А это вообще нарушение то, что сейчас. Помимо блокировки доступа коммунальных служб к системам тепловодоснабжения, мусоропроводу и электричеству, за отсекающей дверью жильцы часто устраивают склад. Как в этом случае, тамбур превратили в парковку для велосипедов, колясок и санок. Здесь же оставили обувь, повесили зеркало, рядом с мусоропроводом пристроили пепельницу. Это ненадлежащее содержание общедомового имущества. За этим следит управляющая компания. Но та тоже, в свою очередь, не сама писала эти правила. Все дело в пожарной безопасности. На управляющей компании возложена обязанность по содержанию общедомового имущества. В случае захламления мы вправе внести предостережение соответствующей управляющей компании. Потому что это будет считаться захламлением пути эвакуации, что не допускается правилами эксплуатации общедомового имущества. Захламление общедомового имущества, в частности, также приведет к увеличению пожарной нагрузки в жилых помещениях, в подъездах, что будет способствовать быстрому распространению пожара. Бывают случаи, когда управляющей компании удается прийти к полюбовному решению проблемы с жильцами. Как, например, в доме на ветеранов, Собственник самостоятельно демонтировал дверь после разговора с представителем УК. Что же касается нашего случая, проживающим в доме на Толнахской выставлено новое предписание о необходимости освободить тамбур от хлама. Все соседи обещали в установленные сроки это сделать. Следующая на очереди дверь этажом выше. Там ситуация аналогичная. Жильцам необходимо демонтировать дверь до 28 июня. Екатерина Алексеева, Александр Вуори, Норильские новости. Семеро норильских выпускников в этом году сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Уже известны результаты по восьми предметам ЕГЭ. Стобальниками стали ученики гимназий номер один, четыре и пять, лицея номер три и средняя школа номер сорок три. ЕГЭ по русскому языку в Норильске сдавали 1018 выпускников. Из них по 100 баллов получили только два учащихся из гимназии номер один и лицея номер три. Минимальный порог экзамена 24 балла удалось преодолеть тысячи школьников. По литературе четыре ученика из гимназии номер один, четыре и пять и средней школы номер сорок три набрали 100 баллов. Всего в городе литературу сдавали 65 человек. Есть в Норильске и стобальник по химии. Это учащийся гимназии номер один. Всего химию сдавали 113 школьников. Географию в Норильске сдавали всего 20 выпускников, 18 из которых сумели преодолеть минимальный порог по баллам. А выпускник школы номер 32 по географии набрал 95 баллов. Информатику в Норильске сдавали 236 человек, из которых четверо набрали по 90 баллов. Общество знания в этом году сдавали 412 норильских школьников. 92 балла у единственного выпускника из гимназии номер один. Порадовали и результаты экзамена по физике. Выпускник 11 гимназии набрал 98 баллов. Результаты по оставшимся предметам ЕГЭ будут известны в ближайшее время. В Норильске состоялось первое заседание Координационного совета при главе города, посвященное функционированию Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Участники встречи обсудили цели, которых должен достичь весь Красноярский край, и рассмотрели норильские проекты, претендующие на федеральное финансирование. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» создано по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в июле 2022 года. За это время в организацию вступили уже около 5 миллионов юных россиян. В их числе, конечно же, и норильчане. Движений у нас много, но единое главное, которое движение организовано нашим президентом Российской Федерации, это, конечно же, «Движение первых». Поэтому предлагаю сегодня поговорить нам о его деятельности на территории города и принять это кленное решение. Цели «Движения первых» – содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создании возможностей для всестороннего развития и в целом подготовка детей к полноценной жизни в обществе. «Движение» включает 12 основных направлений работы с молодежью. По каждому из них сегодня Норильск активно работает. Наша молодежь должна активно регистрироваться. По итогам 2023 года в «Движении» приняли участие 174 норильчанина. Целевой показатель для нашего города – 1385 человек. Сейчас главная задача – улучшить регистрацию участников. В компании здесь мы активно подключаем весь наш информационный ресурс и управление по массовым коммуникациям, развитию туризма. Норильские первичные ячейки движения созданы в каждой школе. Хочется также отметить, что наши школьники принимали активное участие в одном из ключевых мероприятий «Движение федерального уровня». Это, я говорю, о большой перемене. На данный проект от территории Норильска поступило 354 заявки. В номинации 8 и 10 класса были определены три полуфиналиста. Один финалист, из них один победитель. В Норильске уже работает 35 отделений «Движения первых». Они расположены в 31 школе, двух профессиональных образовательных учреждениях – в молодежном центре и в ЗГУ. «Движение первых» в Красноярье объединило уже более 14 тысяч детей и подростков. Самые активные получили гранты на реализацию проектов более чем на 20 миллионов рублей. Чтобы стать участником «Движения первых», необходимо зарегистрироваться на сайте, адрес которого сейчас на экране. Анастасия Орлова, Евгений Журнов. Норильские новости. 22 июня – День памяти и скорби для жителей России. По всей стране проходят мероприятия в честь погибших в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Норильске 22 июня ограничат автодвижение и пройдет памятная церемония. 22 июня в России люди выходят на улицы со свечами в знак памяти о трагических днях. Именно 22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории нашей страны, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан. Это по 13 погибших каждую минуту в течение четырех лет. Чтобы отдать дань памяти героям, которых уже нет с нами, по всей стране проводят минуту молчания и возлагают цветы к памятникам героям и жертвам войны. В Норильске церемония пройдет в 12.00 на площади памяти героев. В связи с этим будет ограничено движение на участке улицы Севастопольская от Богдана Хмельницкого до Кирова с 11 утра и до 5 вечера. Помимо этого, до 22 июня проводится онлайн-акция «Свеча памяти». На сайте деньпамяти.рф можно зажечь онлайн-свечу и оставить пожертвование, которое пойдет на лечение ветеранов Великой Отечественной войны. Не переключайтесь. Анжела Ткаченко расскажет о ключевых туристических и спортивных событиях этого лета, о подготовке к ним и о том, кто может принять в них участие. Речь пойдет о масштабном заплыве на реке Енисей X-Waters Енисей-2024 и массовом забеге по пересеченной местности Норильск-трейл. Какие особенности ждут участников в этом году и какие сюрпризы приготовили организаторы для гостей мероприятия и болельщиков? Перед тем, как принять решение об участии в заплыве, каждый пловец должен изначально выбрать для себя дистанцию. При выборе дистанции нужно учитывать свои силы. Далее ознакомиться обязательно с положением заплыва. Там как раз расписано регламентное время, написано, что нужно каждому пловцу взять с собой при регистрации на заплыв. В среду в 19.45, как и всегда, смотрите нашу авторскую социальную программу «Дай лапу». В ней мы расскажем историю братьев наших меньших, которые так сильно нуждаются в любви. Каждое бездомное животное, собака или кошка из зооприюта заслуживает лучшей жизни, доброго хозяина и теплого дома. Смотрите программу «Дай лапу» в среду вечером в 19.45. Эфир Норильск ТВ продолжится общественно-политической программой «Городской диалог». В студии нашего телеканала мы беседуем с людьми, от которых в значительной степени зависит развитие Норильска, Красноярского края и страны. В этот раз гостем программы стала Ирина Субачева, депутат Законодательного собрания Красноярского края. О том, какое внимание уделяется Норильску на краевом уровне и как это влияет на жизнь жителей Заполярья, узнаете из программы «Городской диалог». Провести вечер четверга вместе с Норильск ТВ можно за просмотром доброго и теплого семейного кино «Спартак и Калашников». Фильм состоит из остросюжетных приключений детдомов со Шурки Калашникова и его верного четвероногого друга овчарки Спартака. Товарищам придется пройти через серьезные опасности, разборки с бандитами и беспредельщиками. Главным испытанием станет выполнение задания в воинской части служебного собаководства. После каких событий Шура, Калашников и Спартак станут настоящими героями, узнаете в четверг в 20.45. В субботу с утра спешим порадовать своих самых маленьких телезрителей. Предлагаем посмотреть красочный и увлекательный мультфильм «Зоовойны 2. Попасть в зоомир». События в мультфильме разворачиваются между галактиками. На мощных и быстрых космических кораблях слон Нюк и его товарищ Кабан Свистун отправятся на очень важную миссию. Им предстоит спасти галактику от разрушения. Главным противником наших героев станет маленький, но очень злой мышонок. Удастся ли команде одолеть коварного грызуна, смотрите в субботу утром в 10.05. Анастасия Орлова, Надежда Балдакова, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34-32-32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.ТВ. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго!